Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. В этом видео с вами я, Пашкевич Анна, и мы обсуждаем такую тему, как кладоспориоз томатов. Среди грибных заболеваний, которые встречаются на томатах, в частности в закрытом грунте, кладоспориоз после фитофтороза находится на втором месте. По-другому кладоспориоз называют буропятнистостью томатов и также макроспориоз. Сегодня, когда мы снимаем это видео, кладоспориоз еще не дошел до моей теплицы. К сожалению или к счастью, по этой причине я не могу вам вживую показать, как проявляет себя данное заболевание, и мы постараемся подобрать для вас иллюстрации из открытых источников от более ранних до более поздних стадий развития. Если описывать кладоспориоз словами, то данное заболевание в первую очередь касается нижних ярусов листьев в виде желтых хаотично разбросанных пятен, которые затем укрупняются, становятся как будто они такие прорисованные и впоследствии начинают буреть. Эти пятна невозможно спутать ни с какими другими заболеваниями или механическими повреждениями. Первые признаки кладоспориоза, как правило, проявляются на начальном этапе цветения растений, когда зацветает первая, вторая, третья цветочная кисть. Тогда уже можно и нужно обязательно инспектировать визуально свои посадки томатов в теплице на предмет наличия на них такого заболевания, как кладоспориоз. И если вы заметили на нижних листьях томатов проявление кладоспориоза, то обязательно необходимо эти листья удалить. Для этого лучше всего подобрать какой-нибудь пакет, аккуратно собрать эти листья, не тряся их, потому что споры будут разлетаться по теплице. Затем этот пакет завязать и утилизировать. Если мы будем собирать пораженные кладоспориозом листья томатов, закладывать их в компостные кучи, относить их в более дальние участки нашего огорода, то есть вероятность того, что это заболевание снова вернется к нам в теплицу, поскольку канизии данного гриба, к сожалению, жизнеспособны в течение 10 месяцев. По факту они выдерживают осенний-зимний период. Поэтому необходимо все пораженные листья обязательно удалять. И что делать с ними? И ничего с ними делать. Я уже все сказала. Я сказала, чтобы они в черный пакет на солнце и не закладывали в компост. Все. В отличие от фитофтороза, кладоспориоз не переходит на плоды томатов, поэтому если у вас налились и созревают нижние кисти томатов, то можно без озрения совести удалять листву, не опасаясь за плоды. Если мы, обнаружив проблему, непосредственно удалим нижние листья, то можем не опасаться за то, что более верхние ярусы будут поражаться данным заболеванием. Обязательно, когда мы удаляем листья, не стоит удалять их, прежде чем будут созревать последующие плоды, поскольку плодам необходимо также органическое питание, которое они получают непосредственно из листового аппарата. Поэтому удаляем листья по мере развития заболевания и оставляем нашим плодам листья на налив и созревание. Если же вы по какой-то причине пропустили развитие заболевания в своей теплице и уже картина, когда поражены не только нижние, но и более средние листовые ярусы, то тогда, конечно, необходимо максимально очистить растения от пораженной листвы и в качестве фунгицидных средств использовать месодержащие препараты. Но необходимо понимать, что любой химический препарат имеет период ожидания, то есть тот минимальный срок, в который нельзя употреблять наши плоды. В среднем этот срок составляет 20-30 дней. Поэтому если у вас томаты в основном на кусте в стадии бурого созревания, то тогда, наверное, уже имеет смысл от химических обработок отказаться по нижней поверхности и применять их на более высоких ярусах. Из биологических препаратов, которые составляют антагонистическое действие на возбудителе кладоспориоза, относится в частности такой препарат, как триходермин, то есть препараты на основе триходерма. К сожалению, фитоспорин не так активно конкурирует с возбудителем кладоспориоза. По этой причине, если у вас есть препараты на основе триходерма, их лучше выносить в почву от момента высадки рассады в грунт, затем под мульчирующий материал. Если вы не мульчируете, то рассыпать по почве, в которой вы выращиваете томаты. Таким образом уменьшать вероятность поднятия возбудителя кладоспориоза к нижним листьям. Обязательно необходимо помнить, что основные условия, которые способствуют развитию кладоспориоза, это повышенная и влажность, и температура. Поэтому независимо от того, будете вы использовать биологические методы борьбы или химические препараты, но при этом у вас будет слабая вентиляция в теплице, будет загущение посадок томатов, то можно с точностью сказать, что ни один препарат, ни один метод борьбы, к сожалению, не сработает. И данное заболевание будет вовсю развиваться на томатах. Как правило, в промышленных посадках томатов кладоспориоз встречается все реже, поскольку в основном используются устойчивые гибриды к данному заболеванию. Что касается наших приусадебных участков, то мы больше склонны и доверяем проверенным сортам, которые, к сожалению, не имеют или имеют слабое проявление генов устойчивости к данному возбудителю. По этой причине присмотритесь к сортам и гибридам, которые вы будете подбирать для будущего вегетационного периода, которые будут иметь генов устойчивость к кладоспориозу томатов. И напоследок, если вы посещаете свою теплицу и инспектируете посадки томатов, и видите желтые пятна на листве, то необходимо отличать проявление кладоспориоза от перераспределения и дефицита магния в листве. Как правило, более нижние листья перераспределяют магний в более верхней части растения и желтеют. Надеюсь, что в вашей теплице не будет кладоспориоза, а если все-таки он ее посетит, то вы быстро его обнаружите, удалите поврежденные листья и соберете отличный урожай. Оставайтесь на канале Процветок, радуйте нас подписками и лайками. До новых встреч!